Сегодня, как вы можете видеть, мы находимся в музее Великой Отечественной войны, и позади меня диорама, которая посвящена контрнаступлению советских войск под Москвой. Но, как мы знаем, этому контрнаступлению предшествовало тяжелейшее, одно из самых тяжелых для Красной Армии, самых кровопролитных и крупных сражений вообще, наверное, в военной истории человечества, которую историки объединяют под общим названием Московская битва, битва за Москву или Московское сражение. В западной историографии, наверное, у наших бывших противников это известно как операция «Тайфун» — решительное наступление на Москву. Сама операция всегда делится историками, они уже пришли за 70 лет к общему знаменателю, она делится на два этапа. Этап первый — это оборонительный, когда наша армия вынуждена была обороняться, он продолжался с 30 сентября по 5 декабря 1941 года. И этап наступательный, когда наши войска перешли в контрнаступление и начали изгонять противника от советской столицы. Он продолжался с 5 декабря по 7 января, но это только первый период контрнаступления. Вообще, стратегическое, можно сказать, контрнаступление советских войск закончилось только 20 апреля, уже следующего 1942 года. Итак, давайте двигаться поступательно. К 30 сентября на фронтах для Красной армии сложилось очень тяжелое, очень неприятное положение. Красная армия теснилась врагом, была вынуждена отступать. В свою очередь немцы сосредоточили для наступления на Москву почти все имеющиеся танковые группы, кроме одной. С юга они ее снять не могли, и перебросили с севера танковую группу Гёппнера из-под Ленинграда. Соответственно, если брать простую, ну, наверное, количественную составляющую, на узких участках фронта, как и раньше, во время нападения на СССР, как и раньше, во время проведения крупных операций, противник смог сосредоточить на главных направлениях, ну, наверное, 20-кратное превосходство в силах. То есть, ну, естественно, нашим бойцам обороняться было сложно. А самое, что, ну, наверное, обидное для наших военных, для нашей военной истории, наверное, то, что в целом командование Красной армии, командующие фронтами, командующие армии, Ставка вовремя не вскрывали, не всегда получалось вскрывать направление главных ударов противника. Ну, это можно отнести вот к тем пресловутым, наверное, детским болезням Красной армии, о которых я рассказывал в прошлой лекции. То есть, о том, что наша армия еще только вставала на, так сказать, опытные военные рельсы, она только училась воевать. И, к сожалению, разведка, это была одним из, ну, наверное, слабейших мест нашей армии. Противник начал активные действия. Первыми ее начинает вторая танковая группа знаменитого генерала Гудериана, которая рвалась в сторону Тулы. Затем, вслед за ней, в наступление переходят 2 октября 1941 года, переходят еще две танковые группы немецкие, которые буквально в кратчайшие сроки замыкают один из самых крупнейших котлов 1941 года, то есть берут в окружение. Три армии, это называется Вяземский котел. К сожалению, по подсчетам специалистов, свыше 600 тысяч солдат попало в Вяземский котел, и только 85 тысячам советских воинов удалось из этого котла вырваться. Затем, вслед за Вязьмой, происходят и дальнейшие, крупные наступательные операции вермахта с целью какой? С целью охватить Москву с двух сторон. То есть то, о чем, опять же, мы говорили еще в нашей прошлой лекции, противник не менял тактику, она оставалась у него, ну, можно сказать, излюбленной и общепринятой. Что нужно сделать? Окружить город, который представлял собой крупный, не только военный, стратегический, и, ну, наверное, моральный для всего советского народа пункт, столицу нашей Родины. Окружить ее с двух сторон, тем самым лишив Красную армию прежде всего самого крупного в стране транспортного узла, как сейчас принято говорить, транспортного хаба, от которого в разные стороны расходились железные автомобильные дороги. То есть командование Красной армии всегда могло рассчитывать на Москву, как на транспортный узел, от которого легко в разные направления отправлять подкрепления, там как-то подпитывать войска, снабжать и так далее. Противник всеми силами стремился нарушить коммуникации, которые мы так долго строили. И дело было вот в чем. Как многие уже сейчас известные специалисты утверждают, последний рывок немцы могли совершить как раз из-под Вязьмы. Причем это подтверждается не только исследованиями военных историков, это подтверждается и, наверное, мемуарами самих немецких генералов, которые указывают, наверное, в своих воспоминаниях следующее, что от Вязьмы до Москвы крупных трансстратегических транспортных узлов у вермахта просто больше не было. Соответственно, получается, что вот этот вот скачок от Вязьмы до Москвы, ну это сейчас, в наше время, это несколько часов езды на автомобиле, тогда же это, ну, наверное, неделя, может быть, 10 дней наступления крупных танковых подразделений. Этот бросок от Вязьмы до Москвы мог и, ну, наверное, был решающим для германского вермахта. Соответственно, им было необходимо всеми силами его сделать. Параллельно, наверное, следует об этом тоже сказать, происходили и крупные сражения вообще в целом на советско-германском фронте и происходило еще одно, можно сказать, грандиозное воздушное сражение. Еще 22 июля, то есть несколько раньше, чем началась Московская битва, противник повел воздушное наступление на Москву. Это один из интересных эпизодов, и советские пилоты ответили на это наступление, как известно, они бомбили Берлин. Плотность зенитной обороны Москвы была настолько высока и настолько грамотно действовали наши зенитчики и пилоты, что из 7 тысяч самолетов, ну, это самолеты вылетов, направленных в сторону Москвы, всего лишь 250 бомбардировщиков смогли прорваться только сквозь нашу плотную зенитную оборону. То есть это тоже можно считать одним из подвигов защитников Москвы, которые защищали ее не только на суше, но и в небе. После завершения воздушного сражения за Москву, в результате которого противник был вынужден отозвать свои силы для ударов по нашим войскам, и, в принципе, налеты на город прекратились. Следует еще одна важная операция, в результате которой в окружении и подвергся, наверное, полному разгрому Брянский фронт. Современные исследования позволяют нам судить о том, что действительно стратегическая инициатива Красной армии была утеряна, и разгрому подверглись три армии Брянского фронта. Наверное, эту точку можно считать окончательной перед началом немецкой операции «Тайфун», то есть последнего броска на Москву. Здесь необходимо сделать одно важное отступление. Многие не очень грамотные, я бы сказал, люди уверены вот в чем. В том, что сначала распутятся, а затем и сильные морозы мешали германской армии наступать. Но это один из самых, наверное, распространенных мифов о московском сражении. И сказать здесь можно только одно, что несмотря на то, что осенняя распутится и первые морозы мешали наступать германскому вермахту, точно также они мешали обороняться и Красной армии. Поэтому никогда нельзя говорить, что в ходе московской битвы мороз каким-то образом сковал немецкие действия, и если бы не мороз, ну они там, не дай бог, победили. То есть это один из самых распространенных мифов, именно поэтому мы заостряем на нем внимание. Итак, следующим моментом будет выход подразделение германского вермахта на исходные позиции перед операцией тайфун. Что это значит? Это значит, что у советского командования оставались там буквально считанные дни, может быть, недели для того, чтобы подготовить линии обороны в черте самого города и на близлежащих подступах к нему. Концентрические танковые удары классические, вот о которых мы только что говорили, которые так активно практиковал германский вермахт, опять приходились в стыке между крупными воинскими соединениями. В основном неплохо работающая германская воздушная разведка вскрывала стыки между советскими общевойсковыми армиями, куда, создавая численный перевес, немцы наносили танковыми клиньями тяжелые удары. Ну, скажем, бывало такое, что в полосе, которую обороняла там одна-две, может быть, три советские дивизии при поддержке одной танковой бригады, било одновременно там 12 немецких дивизий, из которых три танковые, пять моторизованных. Понятно, что просто физически такими силами огромную массу войск на узком направлении сдержать невозможно. Наверное, именно вот применение такой тактики сделало возможным создание вообще в целом критической ситуации под Москвой. Как мы знаем, город Калинин, который сейчас называется Тверь, был захвачен с северной стороны Москвы. Вторая танковая группа Гудериана дошла до Тулы, но героическое сопротивление бойцов, жителей города Тулы не дало захватить этот важный пункт. Поэтому, опять же, в своей традиции немцы стали обтекать Тулу с обеих сторон и уходить южнее. То есть, наверное, к началу декабря мы можем говорить о том, что вокруг Москвы создалось такое полукольцо, полуохват, но героическое сопротивление, действительно титанические усилия и мужество наших бойцов предотвратили полное окружение Москвы, а главное сделали невозможным вот этот вот классический добивающий фронтальный удар. И сказать можно, что в этих боях под Москвой родилась советская гвардия. Стали появляться, конечно, они начали появляться чуть раньше, но основные гвардейские стрелковые, мотострелковые дивизии стали появляться именно под Москвой. Под Москвой научились бить противника советские танкисты. Они применяли танковые засады, маневры, контрудары. Наконец-то советские танкисты и их командиры научились маневрировать на бронетехнике не хуже своего противника. В боях под Москвой, наверное, выковалась во многом советская авиация, которая до этого героически и отчаянно сражалась, а теперь стала сражаться умело с, наверное, самыми известными пилотами в мире вплоть до наших дней. И наши пилоты смогли их разгромить в небе Москвы. Это, наверное, можно назвать первой победой в воздухе для советского оружия. Героические бойцы 316-й, известные на весь мир панфиловской дивизии. Герои-гвардейцы, будущие гвардейцы, которые пока еще были обычными стрелками, остановили единственное иностранное подразделение вермахта. Это так называемый 638-й полк, который состоял полностью из французов. И наступая недалеко от Бородинского поля, как в 1812 году, один из высокопоставленных немецких офицеров, начальник штаба группы «Центр» фон Клюге, приехал и держал перед французскими бойцами речь, что вот на этих полях гибели ваши деды и прадеды, докажите русским. В результате этих боев французский полк был почти полностью уничтожен нашими солдатами. И таким образом, несмотря на неопределенность, несмотря на панику, возникшую в Москве, которую, правда, удалось быстро сдержать, и никаких таких панических настроений, кроме как 16-го, может быть, 17-го октября 1941 года, в столице уже не было. Ну и как кульминация, наверное, можно назвать и самой обороны Москвы, и воинского духа Красной Армии, и боевого духа всего нашего народа, это знаменитый парад 7 ноября, с которого, как известно, наши солдаты уходили прямо на фронт, который прикрывал авиации, который удалось провести. В этот день многие иностранные Таше военные, которые присутствовали, американские, британские и другие, те, кто находился в Москве, писали в своих дневниках, что да, сегодня, именно сегодня мы увидели, что Советский Союз, советский народ и его лидер, верховный главнокомандующий Осип Виссарионович Сталин, полны решимости не только отстоять Москву, но и выиграть вот эту вот войну. 5 декабря 1941 года советская Красная Армия переходит в контрнаступление под Москвой. Многие историки считают переломными какие-то другие сражения, но я со своей стороны, как историк, могу утверждать, что, наверное, контрнаступление под Москвой стало переломным сражением не только в Отечественной, Великой Отечественной войне, но и во всей Второй мировой войне, да и вообще, наверное, можно сказать, в истории мира и в мировой военной истории. И вот почему. Контрнаступление под Москвой явилось подготовленной и достаточно хорошо продуманной операцией Красной Армии. За время, пока наши бойцы героически сдерживали противника под Москвой на всех направлениях, Советскому командованию и высшему руководству страны удалось создать предпосылки для удачного наступления. А выглядели они следующим образом. Это переброска большой массы войск с Дальнего Востока. Для этого и Сибири. Для этого потребовалось сделать следующее. Необходимо было обеспечить тыл, то есть тыл всей страны, тыл Советского Союза со стороны Японии. Так как мы знаем с вами, что в Маньчжурии была расквартирована почти миллионная японская Квантунская армия, которая в любой момент могла поддержать своих немецких союзников и ударить по нашей стране с дальневосточного направления. Достаточно сказать, что советская агентура, в том числе известнейший по всей нашей стране Рихард Зорге, точно так же, как и Красная Армия, проделали титаническую работу для того, чтобы известить высшее политическое руководство Советского Союза, о том, что Япония все же не строит планов войны против Советского Союза и вся ее агрессия будет направлена в сторону, ну как мы его сейчас называем, азиатско-тихоокеанского региона, в сторону США. Это дало возможность снять большую часть войск, которая предназначалась для отражения японской агрессии и быстро перебросить их на московское направление. Ну и, конечно, можно сказать, что в те самые морозы, о которых мы говорили, нам очень помогли наши, что интересно, монгольские и тывинские союзники, которые прислали несколько сот тысяч вот этих знаменитых белых овчинных полушубков, в которых воевали наши красноармейцы и командиры лошадей, которые пригодны были для использования, ну в суровых зимних, скажем так, условиях, такие степные лошадки, ну и многое другое. Операциями, которые проводила Красная Армия в ходе контрнаступления, командовали наши самые талантливые полководцы, будущие маршалы Победы. Здесь было Жуков и Рокоссовский, и Конев, и координировал их действия Шапошников, и многие-многие другие знакомые нам фамилии. Красная Армия ввела наступление, ну, можно сказать, в два этапа. Первый — это был стремительный контрудар по ослабевшим немецким войскам, которые, как мы уже ранее сказали, потеряли, если можно так выразиться, свое плечо снабжения удлинили его настолько, что снабжать войска боеприпасами, в особенности горючим, было уже очень тяжело, особенно если учесть и погодные условия, и то, насколько далеко противник продвинулся вглубь нашей обороны. Это и создало предпосылки для быстрого и стремительного контрудара, то есть первой его части, которая длилась до 7 января 1942 года. И затем уже после этого Ставка Верховного Главнокомандования СССР принимает план, ну, не без общей эйфории, да, как указывают историки о том, что действительно были такие мысли, что удастся вот в это зимнее наступление вообще изгнать противника с территории СССР. Конечно, этого сделать не удалось, но тем не менее само контрнаступление, его вторая часть, его крупная активная фаза, она тоже развивалась очень удачно. Впервые советское командование ввело операции не только на московском направлении, но и провело две, можно сказать, отвлекающие операции, это Тихвинская и Ростовская, на разных направлениях, чтобы дезориентировать противника стратегически, чтобы он сначала не понял, где мы наносим основной удар. Рассказывая о действиях наших войск, действительно, многого еще не умели, но Красная Армия образца зимы 41-го года, 41-го, 42-го года, это уже не Красная Армия образца лета 41-го года. Это уже более опытная, более отлаженная, более, наверное, что ли взаимосвязанная. Вот эта вот взаимосвязь родов войск, то, чем страдала Красная Армия летом 41-го года, она с каждым днем, с каждой удачной операцией, с каждым отбитым селом и городом, она продолжала налаживаться, что в итоге, в конце войны, конечно, приведет наши войска к победе. Ну и, конечно, следует вспомнить удачные рейды советских конных, как их еще пока не стали называть, конно-механизированных, советских кавалеристов под командованием генерала Даватора, которые совершили беспримерный просто рейд пот и лам противника, дохватывая штабы, склады, разрушая инфраструктуру и всячески, в общем, мешая противнику обороняться. Все это в целом создало такие условия, в которых в 1942 году противник уже не мог наступать на всех трех направлениях. Это, наверное, самый важный результат Московской битвы для в целом Советского Союза, да и, наверное, для всего мира. Впервые германская армия потерпела настолько ощутимое поражение. То есть до этого таких крупных неудач германское командование, германское государство и германская армия не несли. То есть именно наши солдаты, наши командиры, наши офицеры под Москвой, наверное, впервые переломили хребет вот этому фашистскому зверю, которого нам предстояло добить в 1945 году в Берлине. Самым главным результатом победы в Московской битве для Красной армии стал следующий 1942-й военный год, в ходе которого германский вермахт наступал только на одном стратегическом направлении с юга. А это значит, что Красная армия основные силы могла сосредоточить на этом направлении и биться с врагом в маневренной войне, присущей ему только на одном, на южном направлении. На всех же остальных она уже могла почувствовать себя более спокойно, введя позиционную и более статичную оборону. Но о следующем 1942-м году мы расскажем вам в следующей лекции. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok